Казахстан поможет Кыргызстану выйти из авиационного черного списка Евросоюза. По требованию Международной организации гражданской авиации КАО, одно из засловий – подготовка пилотов современного стандарта. Кыргызстан для этих целей выбрал как самый оптимальный вариант Кыргандинский авиационно-тренировочный центр. Кыргызстан в так называемом авиационном черном списке Евросоюза уже 13 лет. Все это время местные авиаторы пытаются выйти из этого перечня. Но явный прогресс виден только в последние годы. Кыргызстан постепенно сокращает число проблем, которые нужно решить, чтобы отвечать европейским стандартам безопасности авиационных перевозок. Один из главных критериев – подготовка пилотов. После долгих поисков кыргызская сторона выбрала Кыргандинский авиационно-тренировочный центр как отвечающий самым последним международным стандартам. Были рассмотрены несколько учебных заведений за рубежом. Это турецкое учебное заведение, это Прибалтика, это Россия и Казахстан. И самым оптимальным по цене, по качеству и по все-таки нашим условиям было выбрано учебное заведение в Казахстане, одно из учебных заведений – Караганда. В Караганде есть современный авиационно-учебный центр, который готовит пилотов и в рамках государственного заказа для республики Казахстан. В Казахстане есть госзаказы на пилота, у нас этого нет. За последние три года в Карагандинском авиационном центре выпущено уже 19 пилотов для Кыргызстана. Большая часть из них сейчас летает в национальных авиакомпаниях. Четверо нашли работу у российских авиаперевозчиков. Осенью Кыргызстан отправил отчет в Евросоюз о выполнении 29 пунктов программы по выходу из черного списка. Но, как говорят в местном агентстве гражданской авиации, вряд ли европейское небо откроется для кыргызстанских авиакомпаний в 2020 году. Я далеко от популизма, нужно на вещи смотреть достаточно реально, тренировно. На самом деле мы достаточно близки. Конечно, очень-очень много сделано, и мы сейчас находимся в этом процессе, продвинулись очень сильно. Конечно, у нас, возможно, есть еще какие-то несоответствия, которые мы знаем о них, мы их устраняем. Чтобы ускорить решение текущих проблем в авиации, в 2018 году правительством было решено принять политику открытого неба. Интерес зарубежных авиаперевозчиков должен был привлечь инвестиции в сферу воздушных перевозок. Было опасение, что местные авиакомпании не выдержат конкуренции с иностранным капиталом. Но спустя год кыргызстанские авиаперевозчики по-прежнему работают, а в стране открыто 4 новых авиарейца. Бакыч Ермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.